Всем привет! Я Егор Гусак, член команды сборной юниорского состава и выступаю за Санкт-Петербург. Всем привет! Я Ливкин Максим, тоже вхожу в состав юниорской сборной России, тоже выступаю за регион Санкт-Петербург. Ну мы в принципе поэтому вместе и пришли. Да, в петербурге все ходите по двое. Ну мы оба не из Питера. Начинаем оттуда. Получается мы оба не местные, но оба выступаем за Питер. Я беру в ориентир Егора, потому что больше всех его знаю в сборной, так как мы за один регион и хоть как-то с ним общался до этого, не как с ребятами. То есть с ребятами я до этого не общался ни с кем. Сейчас начинаю потихоньку вливаться, общаться, заводить новых друзей, новые знакомства. Но вот главный ориентир это вот Егор. Ну у меня ничего не меняется. У меня со всеми общаюсь. Когда мы приехали в Киргизию, как ты себя чувствовал в команде? Ну, поначалу было как-то некомфортно, потому что я не сразу начал прям со всеми общаться. Ну, обычно очень медленно вливаюсь в коллектив, мне нужно время, потому что я сначала начинаю стесняться, я не понимаю, как можно разговаривать с человеком, где, то есть не чувствую меры или еще что-нибудь. Поэтому поначалу мне как-то я стесняюсь, пытаюсь себя как-то сдерживать, еще что-то, но благо здесь все относятся хорошо. И вот, то есть наш капитан там, Слава, вот, он там тоже нормально со мной общается. То есть я с ним начал общаться, потом еще с ребятами, с ребятами с прицепа. То есть уже такие появились прям ребята, с которыми я нормально уже общаюсь, вот, но сейчас стараюсь со всеми общаться, то есть находить общий язык, и потихонечку все налаживается. Ну, я, в принципе, знаю всех уже довольно-таки давно, потому что я уже не первый год здесь, вот, поэтому у меня проблем никогда не было. Я не конфликтный человек, у меня никогда проблем ни с кем не возникало, на тусовки я не хожу. Я предпочитаю быть один, когда все собираются посидеть, поговорить. В целом у меня ситуация похожая с Егором, то что я пытаюсь тоже, на самом деле, чаще всего отстраняться от такого, потому что мне становится как-то обычно некомфортно. С того, что когда бывает там большое скопление народу, я стараюсь как-нибудь отойти от этого и побыть больше так, наедине или пару человек, чтобы было. Потому что так как-то комфортнее и, ну, то есть, легче. Синий трактор едет к нам, у него в прицепе... Из веселых историй у нас было в Киргизии только то, что мы, когда было выходной, ну, выходной, да, у нас был, или разгрузочный день, я уже точно не помню. Вот, ну, был день рождения у Славы, мы поехали, получается, в поселок, там мы праздновали, то есть, пошли там в кафе, поели пиццы. Там ресторан целый. Да. Империя пиццы называли. А какой город? Челпан-Ата. Вот. Потом пошли, покатались на детском параллосике, поиграли, ну, сходили в тир, сходили в магазин. И в конце дня мы пошли в магазин, купили игрушечные пистолеты по типу нерфу. Там с пистонами, которые мягкие такие. Вот, и до конца сбора мы перестреливались каждый день. Поначалу была проблема в том, что пуль было по шесть, у нас троих, получается, ну, пистолет Слава не покупал, купил Паша Казадаев, вот. И вот, получается, пуль было по шесть, и проблема в том, что они в номере терялись. Из-за этого в следующий выходной мы пошли, купили еще 20. И потом до конца сбора так и перестреливались. В целом, занятие было и веселое, и помогало как-то разгружаться в плане от тренировок, отдыхать и восстанавливать нервную систему. Вот для этого я заставлял на параллосике покататься их. Я заставлял. Он не заставлял. Я говорю, пойдемте на параллосике покатимся, пока там пусто. Можно вылететь? Че хочешь? Погнали, покатаемся. Я че от него че хочу. Погнали. Кого-то он и заставлял, но в целом я как бы не был сильно против, то есть было прикольно. Говорят, что так как тренируются юниоры, юниорки, больше не тренируется ни одна группа. Я так не считаю. Потому что у нас все-таки объем хоть и выходит довольно-таки большой, но вроде как по времени мы тренируемся меньше, чем основные старшие составы. Поэтому я считаю, что в принципе по возрасту вполне все в порядке у нас. Конечно, тяжело, да, согласен. Тут не без этого. Но так и должно быть. Как и тяжело. Очень тяжело. Мы мучаемся каждый день. Нас заставляют бегать. Нет, на самом деле у нас все отлично проходит, поэтому особо проблем не возникает. Нам всегда помогают. Всегда заботятся о нас. Так что, да. Если вдруг нам сильно тяжело, ну уж тогда надо говорить тренеру, тренер нам поможет. И подкорректирует, если что, нагрузку, чтобы не загнаться в перетренированность. И чтобы нормально потом восстановиться и дальше продолжать тренироваться. Ну, в целом, пока вроде особо проблем ни у кого нет. Все вроде выдерживают, все вроде делают. Все жалуемся, но все работаем. Да. Тамера внутри приносила много кайфа. Я не бросил, я лишь выживал от лайфа. Да, в этом сезоне мы постараемся всех победить. Мы постараемся выиграть, чтобы регион наш, Санкт-Петербург, был рад и доволен нами. Всем пока. Подписывайтесь на телеграм-канал, на лыжи. Инстаграмы. Субтитры сделал DimaTorzok